К разговору о том, что происходит на Кавказе, кстати, на этой неделе в Москву, прямо из Киева, приехал Кеннет Рот, исполнительный директор, возможно, самой влиятельной правозащитной организации в мире, Human Rights Watch. Конечно, главная цель его визита и в Киев, и в Москву, это, понятно, что события на Украине. Организация Рот уже подтвердила сообщения других правозащитников и журналистов, в том числе из New York Times, о том, что украинские вооруженные силы использовали действительно запрещенные кассетные бомбы. Но Петр Рузавин говорил с Кеннетом Ротом не только о том, что происходит на Украине, а еще и о том, что происходит на Кавказе, и как вообще Кеннету Роту и Human Rights Watch работаются теперь с российскими и украинскими чиновниками. Вы знаете, у нас был теракт в Грозном, и мне хотелось бы начать наш разговор не с украинской тематикой, а с вопроса о Кавказе. У вас вообще есть возможность работать там сейчас, и с какими трудностями вы сталкиваетесь? Human Rights Watch ведет непрерывную работу на Северном Кавказе, где сегодня наибольшую проблему представляет Дагестан. Там идет борьба между авторитетами и, если так можно выразиться, мятежниками. Существенные потери с обеих сторон, около 200 смертей только за прошлый год. Именно это было основной нашей заботой в этом регионе. Чечня управляется Рамзаном Кадыровым, его методы абсолютно силовые. Он ответственен за исчезновение людей, казней. Посмотрите на Европейский суд по правам человека. В последний раз я насчитал там около 200 рассматриваемых случаев против российского государства из-за поведения Рамзана Кадырова. Обычно жертвы получают компенсации, но это не система оздоровления, способная остановить репрессивную машину Кадырова и его силовые методы. Вы возглавляете Human Rights Watch более 20 лет. И с кем из представителей российской политической элиты вы общаетесь сейчас? На этой неделе я встречаюсь с теми, кто защищает права человека в России, с официальными лицами. С Панфиловым, Федотовым. Мы должны обсудить спектр тем, которые касаются как России, так и российской политики за рубежом. Относительно Украины и Сирии. Там, где Россия применяет репрессивные методы решения проблем. Меняются ли ситуации, меняются ли с годами политики, с которыми вы и ведетесь? В России мы столкнулись с ситуацией интенсивного подавления, которые прежде всего уходят корнями в антипутинские демонстрации три года назад. Тогда, когда Путин объявил свои намерения вернуться в Кремль. И последние три года мы видим намеренное образование крайне репрессивной архитектуры, которая, как дамоклов меч, грозит тому, кто критикует кремлевский режим. Различные элементы этого подавления – это и закон о причислении НКО к иностранным агентам и суровые ограничения для СМИ, включая ваш телеканал. В результате этого в России стало сложнее слышать независимую оценку событий. Сейчас интернет стал последним бастионом свободы, на который нацелен Кремль. Изменилась ли ситуация после присоединения Крыма? Кремль стремительно вошел в Крым и действительно делает ставку на Восточную Украину. Я думаю, что это идет от его, на самом деле, неуверенности в ситуации в самой России. Кремля – это такая авантюра, которую может сплотить российский национализм. И у него получилось начать эту авантюру, потому что это работает в системе ограниченной информации. В таком информационном вакууме людям легче попасться в руки кремлевской пропаганды. Путину легче оправдывать присоединение Крыма и поддержку пророссийских сил на востоке Украины. Что касается Украины, вы сталкиваетесь с проблемами в работе с новыми властями? Я был в Киеве как раз на этой неделе и провел вполне конструктивный переговор с рядом министерств. Киев встречает нас с распросертыми объятиями. Я проводил пресс-конференцию, которая вполне себе критиковала правительство, и при этом она широко освещалась прессой. И я надеюсь, то же самое произойдет здесь, в Москве. Когда мы обсуждали войну в Восточной Украине, Киев произносил правильные слова, что он противодействует использованию ракет «Град» в населенных пунктах. И это показывает, что там происходит нарушение Женевской конвенции. Но Киев проверяет, чтобы его войска это строго исполняли. То есть наши обсуждения затрагивали больше тему реализации общего видения прав человека, чем тему борьбы за права человека. Это сильно отличается от того, что здесь, в России, где мы боремся с правительством, которое на уровне политики все больше и больше посягает на основные человеческие свободы. Какие, по-вашему, происходят самые основные нарушения на востоке Украины? Да. Наша основной заботой была охрана гражданского населения. Пророссийские войска произвольно задерживают тех, кого подозревают в приверженности Киева. Они держат заложников, похищают их. После задержания люди подвергаются насилию, пыткам, иногда не совсем пропадают или их убивают. Поэтому мы, конечно, очень обеспокоены таким обращением с местным населением. Опять же, они могут и защищать население, но одновременно с этим они ему и угрожают. А это нарушение Женевской конвенции. Мы говорили с украинским правительством на предмет того, чтобы их войска не использовали оружие в населенных пунктах. То есть, если они обстреливают пророссийские войска, которые стоят в районе населенных пунктов, то они не должны использовать ракеты «Град» и кассетные боеприпасы. Как, по-вашему, Россия работает в конфликтных зонах? Конечно, у России огромное влияние на пророссийские силы на востоке Украины. Настолько, что она может диктовать, как им себя вести. Потому что они чрезвычайно зависимы от российской поддержки. И мы хотим, чтобы Кремль использовал свое влияние с целью защиты мирного населения востока Украины. Если вы вслушаетесь кремлевскую пропаганду, она заявляет, что мирное население подвергается угрозе. Но если вы смотритесь в реальные события, то поймете, что оно подвергается угрозе во многом из-за действий пророссийских сил. Поэтому мы хотим, чтобы Кремль использовал свое влияние во благо мирного населения. Чтобы людей не похищали, не пытали, не казнили. Чтобы боевые действия не происходили в населенных пунктах. Вы считаете, Кремль не проводит действия по улучшению этой ситуации? К сожалению, у Кремля своя долгая история нарушения Женевской конвенции, когда речь идет о вооруженных конфликтах. Это и действия в Чечне, и поведение в конфликте на востоке Украины, и поддержка режима Асада, который вел вооруженные действия против мирного населения. Несмотря на то, что Россия ратифицировала Женевскую конвенцию, и теоретически не поддерживает введение войны, если вы посмотрите на то, как она себя вела на Северном Кавказе, в Сирии, и на то, как она себя ведет на востоке Украины, неважно, прямо или косвенно, Россия на самом деле нарушает основные идеи Женевской конвенции. Какие наиболее серьезные признаки нарушения прав Крыму? В Крыму, который был оккупирован, Россия обязана защитить местных жителей. Мы зафиксировали факт давления на тех, кто критикует оккупацию. В целом население согласно с российскими властями, однако есть те, кто хочет, чтобы Крым оставался частью Украины. Я должен сказать, мы озабочены дискриминацией людей, которые не приняли российское гражданство. Вот поражение в правах в Крыму, например, фиксирует Human Rights Watch.